это то же что вы бы участвовали финале национальной лиги по футболу и вдруг там с вами произошел несчастный случай в раздевалке послушай я видел это это не было случайностью это было сделано специально это мерзость дьявол бесчинствует прямо у нас перед глазами и церковь ничего не делает по этому поводу знаю твои дела и не холоде не горяч о если бы ты был холоден или горяч но как ты тепл они горячей не холоден то извергнут тебя из уст моих ибо ты говоришь о это точно американская церковь насколько я слышу я богат да у нас прекрасные скамейки в церкви у нас красивые стереосистемы у нас есть фоны на которых написаны слова и песни не поймите меня неправильно в этом нет ничего плохого но в нашем сердце не все правильно бог смотрит на наше сердце ему все равно какое красиво у нас здание на самом деле я вам скажу некоторые самых огненных церквей в которых я был это были маленькие церкви и они были больше похожи на склад что касается их здания когда вы приходите в большие красивые здания там холодно и мертвого это очень плотские церкви ибо ты говоришь я богат разбогател и ни в чем не имею нужды и это точно американская церковь а не знаешь что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и на что значит на что у них нет брачной одежды я вам скажу даже здесь есть люди в это воскресенье в америке у которых нет брачной одежды вы слышите они не в брачной одежде бог говорит что они нищие что они слепы ноги и жалки в духе братья и сестры бог смотрит на наше сердце мы должны быть чистыми вот здесь стих 18 советую тебе купить у меня золото огнем очищенное знаете о чем он здесь говорит он говорит если ты достаточно умен я советую тебе я советую тебе пройти некоторые огненные испытания чтобы я мог немного потрепать тебя по спине и ты отвернешься от свиного корыта и снова повернешься к отцу ты перестанешь быть номинальным сыном и снова вернешься к отцу и если ты это сделаешь он заколит откормленного теленка и принесет кольцо и устроит пир советую тебе купить у меня золото огнем очищенное чтобы тебе обогатиться и белую одежду видите другой был ноги белую одежду чтобы одеться чтобы не видно было срамота ноготы твоей что же такое ногота есть некоторые вещи братья и сестры я думаю я говорю это и вам также но есть некоторые вещи в моей жизни за которые мне было бы так стыдно если бы бог показал что я сделал и не знаю сколько раз я молился и исповедовался по первому и она 1 9 если вы исповедуете грехи ваши то он будучи верен и праведен очистит вас от всякой неправды и не знаю сколько раз я молился чтобы он простил их мне видите ли правда в том что они все у нас есть у нас у всех есть свои чуланы конечно настало время выйти из своих чуланов они просто наводить них порядок аминь верно я говорю здесь он говорит о том что если иисуса нет вашем сердце если мы не исповедовали эти грехи то придет время когда их покажут на большом экране помните те старые кино для автомобилистов на огромных экранов это будет еще хуже библия говорит о том что было сделано в тайне будут кричать с крыш домов и я каким-то образом представляю что мы увидим такую пленку просмотра того что делал каждый человек на этой земле единственное что будет стерто это то что будет под кровью христа о кровь христа сила крови христа вот о чем я говорю если вы не хотите чтобы люди увидели вашу ноготу лучше покройте это кровью иисуса только потому что вы периодически говорили иисус в один мое сердце еще не значит что вы все исповедали вы должны исповедать грех и белую одежду чтобы одеться и чтобы не видно было срамота ноготы твоя аллилуйя и глазную мазью помажь глаза твои глазную мазью помажь глаза чтобы видеть это не значит видеть во плоти это значит видеть в духе понимаете пока бог не откроет глаза нашего понимания мы не сможем увидеть что иисус это господь и спаситель вы понимаете это потому что библия говорит что никто не может назвать иисуса господом как только духом святым он должен открыть наши глаза иначе мы этого не поймем помню как-то я летел на самолете и стал свидетельствовать женщине сидевший справа и она ничего об этом не хотела знать я сказал можно и вам расскажу одну историю я никогда этого не забуду я был в амахе тот вечер я должен был вести собрание проповедовал дэн болер тот вечер к нам пришло 450 человек он стал и сказал сколько здесь людей нашли иисуса поднимите руки конечно на собрании почти все подняли руки он сказал нет вы его не находили он сказал это он пришел и взялся за вас он связал вас по рукам и ногам и поволок вас в царство подумайте об этом ведь это правда не так ли каждый закивал да 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 точно точно это я иисус выбирает нас они мы его я сказал этой женщине может может быть иисус просто не выбрал вас чтобы спасти вас я сказал это ей и сидел так несколько минут наконец она наклоняется ко мне говорит хорошо расскажите мне об иисусе я сказал это я и хотела услышать давайте поговорим об этом кого я люблю тех обличаю наказываю и так будь ревностен и покайся что как вам нравится спасать людей таким образом хорошо каждый кто хочет чтобы его обличили и наказали поднимайтесь сюда встаньте на колени и молитесь чтобы принять иисуса и это и есть реальность потому что когда мы говорим иисус войди в мое сердце я буду следовать за тобой я последую твоим законом и тем самым мы также говорим сделай меня похожим на тебя я буду глиной ты горшечник но я буду глиной и ты вылепи из меня того кого ты хочешь и он говорит о хочешь быть похожим на меня хочешь быть совершенным ну хотя бы попытаться ну хорошо ну чтобы это сделать ты должен быть мягким и податливым как глина и там где есть твердые места нужно будет выбить у тебя эти твердые места а потом он берет железный посох и начинается подготовка напряженная работа но знаете обличение господа это благословение для тех кто понимает это если вы проходили подготовку вы поймете что я имею ввиду вы увидите мое имя и за ним будет стоять несколько меток я говорю вам правду все стою у двери и стучу если кто услышит голос мой и отворить дверь это наше сердце я войду к нему и буду вечерять с ним и он со мною о чем же он говорит здесь он говорит я стою у двери твоего сердца открой свое сердце пусти туда меня я войду в твое сердце я буду вечерять с тобою я буду кушать с тобой я буду ходить с тобой все чего он хочет это чтобы мы снова ходили с ним прохладе дня побеждающему дам сесть со мной на престоле моем давайте я снова это прочитаю побеждающему дам сесть со мною на престоле моем давайте еще раз это прочитаю побеждающему дам сесть со мной на престоле моем мы будем править и царствовать если мы победим победим дьявола победим этот мир и то что в этом мире имеющие уши я прочитаю до конца сей со мной на престоле моем как и я победил и сел с отцом моим на престоле его имеющие ухода слышишь что дух говорит церквам откровение 4 глава после сего я взглянул его дверь отверстия на небе и прежний голос который я слышал как бы звук трубы говоришь и со мной сказал зайди сюда и покажу тебе чему надлежит быть после сего когда я верил в теорию восхищения до скорби и читал книги познакомился с доктриной о вознесении до скорби я верил в нее но лично я сам никогда не изучал достаточно библию чтобы понять что восхищение до скорби это выдумки это что-то придуманное пасторами которые любят овец и хотят чтобы вам было удобно и безопасно и тепло и они не хотят тревожить своих овец не хотят будоражить их в то время когда вы приводите пророка а пророку то все равно нравится он кому-нибудь или нет он не ищет себе друзей его единственное желание это добиться того чтобы божье слово достигло людей чтобы божья истина достигла людей и когда я был привержен на этой теории и читал разные книги о вознесении до скорби и тому подобное они говорят тебе что здесь сказано вознесение да именно здесь ведь здесь говорится что мы будем призваны взойти на небо но это есть чтение того чего там на самом деле нету давайте еще раз прочитаем потому что бог здесь делает только то что призывает иоанна взойти на небо и вот какая там ситуация это 96 год новой эры иоанна пытаются сварить кипящем масле и он становится настолько уродливым что его ссылают на остров патмос это малюсенький остров где почти ничего нету его ссылают на остров патмос и там он должен умереть другими словами можно сказать что его плоть скорее всего была распята он стал так уродлив из-за того что его сварили в кипятке и они не могли его убить также как димитру дудумана его не могли убить он прошел проверку и многие говорят о если бы ангел с неба пришел и показал мне что то наподобие того что есть в откровении да но вы должны понять что и он прошел большой тест он прошел проверку чтобы получить свидетельство хотим ли мы пройти такую проверку чтобы получить такое свидетельство и вот он на острове и приходит этот ангел и начинает показывать ему золотые светильники приходит иисус и так далее а затем вдруг он перемещается с острова и бог говорит ему взойди сюда те же самые слова и они буквально взойди сюда были сказаны двум свидетелям в конце 1260 дней пророчествования и они буквально взошли на небо это произошло из иоанна и здесь не сказано что все избранные и все христиане вознесутся на небо здесь говорится что он зовет его взойти к престолу теперь вдруг во мгновение ока а может даже быстрее он перемещается с маленького острова прямо к престолу послушайте смотрите что он говорит это час я был в духе и вот престол стоял на небе то есть он уже не на острове и на престоле был сидящий и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису то есть это красный зеленый цвета и радуга вокруг престола видом подобная смарагду ну радуга обычно означает изменение цветов и эта радуга подобная смарагду я представляю себе что это были разные оттенки зеленого что это был чистый зеленый величественный энергетический свет я не представляю что это было стекло или камень например но я вижу зеленые и красные световые отблески и вращающийся вокруг престола потому что бог это огонь поедающий и это особенные цвета которые он обнаружил тогда и я верю что в нем содержится все цвета радуги потому что он есть свет и он являл это как раз тот момент это откровение я никогда не думал об этом раньше спасибо господь мы просили об этом перед тем как начали о знании по откровению и вокруг престола 24 престола стоп ну вот пожалуйста это доказывает что мы вознесемся как же они туда попали и давайте я определю что это не должно превратиться в битву мнение о вознесении но по мере чтения я буду указывать на это и потому что я учил об этом я знаю эту точку зрения но также я знаю библию и я знаю что эта точка зрения неправильно кстати советую вам приобрести видеокассету правда вознесение где я рассматриваю 357 мест писания и я даже начал называть кассету все что вы хотели знать о вознесении еще кое-что всего 350 точнее 357 мест писания вознесения но в любом случае об этом стихе они говорят видите это доказывает что мы будем на небе потому что 24 престола а на престолах видел я сидевших 24 старца которые обречены были в белой одежде но здесь говорится о том что ну во первых когда он был взят с острова патмос